Сегодня, май месяц, Санта-Сусана, Испания. Я Александр Тимошенко, портал Ислаб.ру и очаровательная... Добрый день, Кристина Ведельникова, президент Федерации Латвийской ИВД, судья международного класса и тренер бикинистов, тренер детей и тот человек, который развивает бодибилдинги, фитнес в Латвии. Кристина, скажи, пожалуйста, сколько по времени ты уже возглавляешь Федерацию Бодибилдинга Латвии? По времени сколько? По времени уже будет полных 6 лет. Значит, с 2007 года... За это время Федерация воспитала... Воспитала призеров чемпионатов мира и Европы, чемпионку мира, трехкратную чемпионку мира и огромное количество уже желающих спортсменов, которые могут тебя показывать на международных стартах. Скажи, пожалуйста, два года ты уже проводишь какой-то специфический проект в Латвии. Можно подробно назвать его, обозвать его, как он называется, кто участвует и каковы результаты? Да, конечно. Проект называется Miss Bikini Fitness. Это проект специально придуман для людей, для девушек, которые хотят себя попробовать в номинации категории Bikini Fitness. Так как девушке интерес есть большой и не до конца все понимают, что это такое и как это вообще сходится вместе. Поэтому мы проводим специальный проект, где тренируем девушек, учим их позировать, составляем режим питания и в конце подводим итоги. Прозвучало во множественном числе. Набираем, проводим, составляем. Кто помимо тебя активное участие принимает в этом проекте? Конечно, у меня есть в федерации люди, которых, может быть, не видно, как от меня видно, но которые всегда со мной рядом работают. И все это происходит, конечно, благодаря нашим спонсорам. И я очень рада, что в данном этапе, в этом году у нас есть спонсор, который поддерживает и проект, и соревнования, благодаря тому, что мы приехали сюда. Это Санадрен компания. Еще раз, пожалуйста, громко, четко. Таких людей, таких компаний нужно знать в лицо. Да, компания Санадрен. Чем занимается? Санадрен Балтик. Занимается спортивными бандажами, кремами и спортивной косметикой. Прекрасно. Следующий вопрос. В этом году состоялись очередные масштабные соревнования в Латвии. Будет, пожалуйста, поподробнее в этом освещении этого события. Всем, я думаю, будет очень интересно. В этом году, в мае, 4 мая, на самом деле, было самое грандиозное мероприятие с общим количеством людей 172. Такого еще в Латвии не было. Мы провели чемпионат Латвии и турнир «Балтийский матч», где участвуют три балтийские страны. Турнир длился очень-очень долго. С часа дня до 11 вечера. Конечно, поимели очень колоссальный опыт, что, наверное, такие турниры сейчас надо разделять. Была живая трансляция, что тоже было интересно, так как это было первый раз в Латвии. И очень рада, что участвовали также спортсмены из России, из Украины. Ну, на самом деле, все понятно. Россия, это в том числе и Калининград, это Прибалтика. То есть «Балтик матч» это, как бы, ну, где-то близко, где-то рядом. «Балтик матч» – кто самый, так сказать, титулованный, кто самый выигрышный именно на этом мероприятии оказался? На этом мероприятии, конечно, блеснула бикини-фитнес-спортсменка Эгла Элэр Наби. Я считаю ее очень хорошей формой на данном этапе, хоть она из Эстонии, но это близко к нам. Понравилась мне также наша спортсменка Вероника Сержанте, бикини-фитнес. И непревзойденный был от Кирикас из Эстонии. Непревзойденный, я бы сказал, неувядающий. Подходит такое слово к нему? К нему это в точку. Понятно. Значит, сборная Латвии на чемпионате Европы, объединенном чемпионате Европы, представлена насколько широко? У нас семь участников. Начну с главного участника, Айвара Высоцкого, которому в этом году исполнится 58 лет. Айвар выступает уже 25 лет на сцене. И в этом году он, я надеюсь, выставит уже свою лучшую форму за эти годы. И у нас шесть девочек в номинации бикини-фитнес. Все шесть в номинации бикини-фитнес. Надеюсь, они все в разных категориях? Они в разных, конечно. То есть шесть категорий, шесть девочек? Скажем так, шесть категорий, четыре категории девушек. И очень радостно то, что две девушки, которых увидим здесь, именно были финалистками проекта. То есть они захотели, подумали, пришли к тебе. Вы их все вместе обучили, подготовили. Они выступили на Латвии и теперь еще привезли сюда в качестве представителей сборной, правильно? Проект дал им толчок, что они поняли, что им это нравится. Они поняли, сколько это тяжело или легко, скажем, каждому индивидуально. И да, они в такой хорошей форме, что можем представлять Латвию на Европе. Мне только хочется пожелать сборной Латвии, тебе лично, Кристина, от портала ИСЛАП, от себя лично, от Игоря Копчика, самого лучшего настроения, самых лучших результатов. Ну и так, чтобы ты оставалась такой же красивой, милой и прочие комплименты для тебя во веки веков. Аминь. Я хочу сказать большое спасибо от себя лично, от Федерации, порталу ИСЛАПС Александре Тимошенко, моему старому другу. И теперь, видя его активности и следя за и в социальных сетях, и на порталах, я могу сказать большое спасибо, что у нас сейчас есть отдельно такая возможность. Спасибо большое за интервью. Кристина, большое тебе спасибо и удачи. Обнимаю, целую. Гуд лак. Субтитры сделал DimaTorzok